Пойдем в администрацию перед выборами. Перекроем фрунт. Перекроем ваше движение в Обл-Автодор и будет забастовка. Это мы вам гарантируем. Пожалуйста. Вы хотите шум? Будет шум. Пожалуйста. Галерий Иванович, от вас зависит. Вы глава. Мы на вас смотрим, как на родном отца. Пожалуйста. Я помню своего деда, когда дед воспитывал своих внуков, а я на вас смотрю, как на деда. И прошу, верните, пожалуйста, Марчука. Потому что без Марчука у нас жизни не будет. Вам в Терновском деду, я вам говорю. Начнем друг к другу на работе. Вы знаете, что тут будет. Пожалуйста. Мы вас слушаем. Тишина. 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 Для того, чтобы мы сели в все вопросы. Мне понятны все ваши вопросы. Я потом еще дам вам дополнительную информацию, чтобы не говорили, что я развожу воду. То, что касается по мальчику. Давайте мы сделаем следующее. Есть сегодня мальчик. Есть сегодня Павел. Есть сегодня ваш трофон. Да? Вы просто. Я вам хочу сказать следующее. Вы говорите, что это не рабочий день. Мы уже 5 часов. И работать не будем. Будем сидеть на работе, но работать не будем. Тишина. Вопрос в том, что, понимаете, есть вопросы, которые вы говорите, что вы сегодня не работаете. Да? По неделю. По неделю. По неделю. По неделю. Так, вторник, среда, четверг. Три дня. Значит, поэтому давайте так, чтобы... Просто есть сегодня накладки по областудору. Вторая половина дня там по Иландску. Значит, на завтра давайте на полвосьмого, то, что мы проговорили, и сядем, эти все вопросы... У вас такая большая команда, чтобы выручить в 6-ом службе. Можете дать команду или... А чтобы через час не собраться. Дело в том, что через час у меня не получится. У меня через... Сегодня понедельник. Понимаете? Сегодня... Сейчас минутка. Подождите. Есть рассказ. Второе, что надо сесть под эти вопросы. Вот мы сейчас вот этих двоих людей, которые я назвал буквально на пару минут после всего, когда мы закончим, проговорим с вами. И потом мы сядем, и будет у нас конструктивный разговор. Не просто так на пальцах. Вот посылание на какой-то документ и так далее. Я считаю, что это правильное решение будет. То, что вы сказали в отношении, что люди, которые складываются на горючку, по материальным отчетам, по прошлому году и по этому году. Во всех организациях сегодня это есть к большому нашему стыду. Что люди вынуждены вкладывать свои деньги, потом по авансовым отчетам эти деньги возвращаются. То, что сказано было в отношении зимы, что мальчик сидел на дороге. Поймите правильно. Я не белорусский. Я не всю жизнь сидел и работал в кабинетах. Те, кто... Я тоже и ночевал на той же Днепропетровской. Я ночевал и на Кировоградской, и на Ульяновской. Истинный дорожник, поймите. Поэтому сегодня обвинять в том, что мы сидим в кабинетах, не надо. Вы не обвиняли. Поэтому... Вот такая и есть ситуация. А то, что касается вопросов дальнейшего... По марчупе, я считаю, мы сядем проговорим. А то, что касается вопросов вот этих дальнейшего по формам... Я, будучи на прошлой неделе, когда была коллегия, озвучивалась ряд вопросов по дальнейшему существованию отрасли. Потому что вы видите, что сегодня происходит. Один из этих элементов, которые озвучились, переходить на хозяйственный метод, брать в аренду и так далее и тому подобное. С марчком мы пойдем. Я понимаю. Так вот, вот эти вопросы, вы понимаете, всегда любой вопрос для того, чтобы его решить и разложить в виде сегодня. Как оно будет? Берется чистый лист бумаги, берется карандаш и начинается считаться. А вот это, вот это, вот эти затраты... Это не родной брат Марчука. Это каждое утро так делается у нас. У нас так делается каждый утро. Листочек чистый, наточенный карандаш. И по каждому пункту, сколько человек, сколько бензина, сколько техники, куда, что сделать конкретно, по каждому вопросу. Это правильно, потому что любой, если сегодня есть, любой вопрос даже элементарный берем, как открыть ворота при выезде из организации. Если знаем, ага, есть сегодня охрана, есть какой-то человек. В такое-то время он понимает, что он должен не открыть, а такое время закрыть.